Трудные места писания с библейским порталом Экзегет. Место, которое все хорошо знают, но, наверное, его не столько понять трудно, сколько исполнить. А может быть и понять. Это пятая глава Евангелия от Матфея, 44 стих. Я прочитаю с 43, чтобы было понятно. Все на дальнем переводе сначала. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас. Да будьте сынами Отца вашего небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. По-моему, это вообще невозможно исполнить. Как можно любить врагов? Война. Вот вражеская армия стоит. Я прицеливаюсь, стреляю. Ой, как я его люблю. Да? Вот прямо спать не могу, а мне ночью во сне является. Так его люблю, что его убивают. Ну ладно, война, не все из нас были на войне, я не был, слава богу. Но, не знаю, вот бывает в жизни так, что человек вот правда тебе гадит. Вот в такой ситуации я бывал. Вот и ты с этим человеком, ну, ты можешь удержаться от того, чтобы ему мстить. Это трудно. Ты можешь удержаться от того, чтобы пойти и высказать все или сделать что-то такое, чтобы он понял, как ты относишься к нему. И как ты на все это реагируешь. Удержаться от этого ты можешь. Это очень трудно. Но любить этого человека, извините, это просто противно всякой человеческой природе. Вообще-то вот в пятой главе Матфея мы тут смотрели разные трудные места и видели что-то такое, что практически невозможно исполнить буквально. Самый яркий пример – вырви свой глаз, отсеки себе руку, да, если они тебя соблазняют. Но здесь еще одна интересная вещь. Здесь цитаты расширены. Где это мы читали в Ветхом Завете «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А, вообще-то мы читали это в книге «Левит». Да, там было что-то похожее, но не совсем. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Левит 19.18. А где про ненависть? Ни слова. Но мы встречаем в Ветхом Завете довольно много о ненависти к конкретным врагам, допустим, к народам хананейнам, которые населяли ханаан до прихода туда израильтян. И там их истребляют прямо полностью. В Псалтире мы сколько читаем о ненависти к врагам, полной ненавистью ненавижу их, говорит псалмопевец. Ну, он говорит, враги не мои, а враги Господа, враги Бога, враги нашего народа, допустим, хананейни. Вот я, когда стреляю на войне этого самого ужасного фашиста, я стреляю не в личного врага, я стреляю в врага народа, врага Бога, врага церкви. Ой, сколько этой, простите, демагогии доводилось встречать. Я ненавижу такого-то, такого-то потому, что он враг народа. В истории нашей страны, к сожалению, черные страницы связаны с этим понятием. А сегодня, легко говоря, там враг церкви, враг там еще чего-то, иностранные агенты, все такое прочее. Вот его-то я, ее-то я и ненавижу, да. Оправдание. Оправдание ненависти. Так почему же здесь Господь начинается с того, что он дополняет библейскую цитату? Ненавидь врага твоего. Не было такого в Писании. Вывод сделать можно. Но всюду выше он цитирует, вы слышали, что сказано, цитирует буквально Ветхий Завет. И вовсе нигде не пересказывает, не дополняет его какими-то позднейшими ревнистическими толкованиями. То есть, получается, что слово «сказано» здесь включает в себя определенное толкование, и это толкование им категорически отрицается. Раз он говорит «не ненавидьте, а любите». И это, пожалуй, единственное место во всей пятой главе, где он говорит «не так, а так». Он дополняет, он углубляет, он расширяет, но нигде не отрицает до этого. Всякий, кто гневается на брата, подлежит суду. Но он не говорит «а вот кто убил, тот не подлежит». Конечно же, подлежит тоже. А вот здесь всякий, кто ненавидит врага, тот сильно неправ, скажем так. Наверное, стоит задуматься о самом понятии «любить и ненавидеть». В современном русском языке это прежде всего про чувства. Испытывай чувства. И заповедь совершенно невозможная исполнить, если она требует от человека испытывать или не испытывать чувства. Потому что чувства к нам приходят спонтанно. Мы можем поддаваться этим чувствам и вести себя определенным образом. Мы можем сдерживать их и не позволять им вырваться наружу. Но не испытывать чувства невозможно. Если, простите, рука в огне, в костре, то больно. Вот боль я чувствую. Если что-то со мной делают ужасное, я испытываю чувства по отношению к тому, кто это делает. Я могу, допустим, благотворить этому человеку. Я могу молиться за него. Да, я могу не мстить и все это делать. Благословлять даже могу, не очень искренне, правда, но любить. Смотрите, вот здесь, мне кажется, Христос говорит о толковании, именно о толковании. «Люби ближнего твоего, а не сказано друга». И вот как это еще ветхозаветная заповедь понимается очень часто. Помните, там еще будет вопрос. А кто мой ближний? В ответ на это в Евангелии от Луки Христос рассказывает притчу о милостовом самаритянине, который оказался ближним, а все остальные прошли мимо, хотя они были как бы ближе, там, священник, левит, которые не помогли несчастному человеку. А самаритянин, который вообще чужак из другого народа, еретик с точки зрения самих аудеев, он помог, и он-то и был ближним. Он не дает какие-то, вот, знаете, такие списки. К ближним относится тот, кто, да, а всех остальных можно игнорировать. А он говорит, ближний – это тот, кто у тебя на пути. И вот можно заповедь о любви к ближнему понять так, что люби ближнего, а дальнего ненавидеть. Некоторым людям удается еще и наоборот очень любить дальних, но абсолютно ненавидеть ближних. Ну, потому что ближние, они, правда, они гораздо противнее. Вот за ним мы все замечаем. А дальние, они там издалека прекрасны. Вот. Но главное, что если дана заповедь любить, человеку хочется сразу строить, а всех остальных ненавидеть. И, пожалуйста, списочек, кого именно я должен любить. Всех остальных буду ненавидеть, презирать, ну, или, по крайней мере, имею право это делать. А Христос говорит, люби ближнего, люби и врага. Враг – это то, что наиболее противостоит понятию ближней, вот в таком бытовом понимании. Но на самом деле не противостоит, потому что ближний очень часто враг. И враги человеку ближнее его, говорит Христос. В другом месте, но говорит, да? И тогда получается, что человеку свойственно определять круг ближних, кого он обязан любить, исходя из отношений этих людей, из действий этих людей по отношению к нему. Ага, он мне вредит, он мне гадит, значит, он враг. Ну, или не мне враг, а враг народа, церкви, чего-нибудь еще, государства, поэтому надо с ним расправиться. А Христос говорит, смотрите, но ведь и ваши ближние могут быть вашими врагами. И любить в данном случае не только про эмоции, я бы даже сказал не столько про эмоции. Да будьте сынами Отца вашего небесного, ибо он повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Это не про эмоции. Это про действия. То есть любовь и ненависть – это конкретные вещи, которые человек делает по отношению к другому человеку. Можно не испытывать нежных чувств. Можно не умиляться и ночами не мечтать об этом нежном облике, который тебе так мил, что мы часто связываем с понятием любви. Но можно при этом благотворить, молиться и вести себя по отношению к человеку, как по отношению к любимому. Трудно, да. Невозможно. Я и на это скажу, да, потому что, в общем-то, почти все, что в пятой главе Евангелия от Матфея человеку предлагается, почти все это невозможно. Но надо стремиться. И, может быть, по дороге к этому идеалу мы двигаемся в ту сторону, которая обозначена в самом начале этой Нагорной проповеди – блаженно нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...